Три, два, один, поехали! Ориентировался по цветам, Нессер взял и подловил его. Ну, вот, собственно, о чем говорил Сентри, что карта достаточно наивная, как бы лишний мув сделал, башку получил, тем более, что по комбайнам стрелять, ну, по хирбоксам. Здесь, как бы, опять же, зависит от того, как, как я наблюдал в последнее время, они играли, ну, они нормально играли, ну, хорошо играли Ayr-команды Егоров, и им эта карта нравится. Эта карта нравится всем, потому что все ее знают, все ее играли постоянно. в отличие от предыдущих. По крайней мере, я думаю, все лет 10 ее точно играют. Отличный начал от Нессора. 4-0 у него. Начал, между прочим, полностью. У них были лучшие респы. У Пламидаса с Егором была позиционочка. Но Нессор просто в соляного. Слушай, пока что Егоры что-то прям жарят. Взялись за голову. Да, и это может быть последняя карта на турнире для обеих команд. Да, матч на вылет. То есть, high stakes. High risk, high reward, как вы хотите это называйте. Немножко не попадает под стволкой Хоми. Так, посмотрим за Нессора. У него 16 хп. Я уже смотрю за него. Окей, так как он будет отжараться. Идет в мейн. Паптечек как-то зло нет. Так, Нессор все еще контролирует зарядку. У него 16 хп. Он почему-то ее не берет. Я не смотрела. Она вообще так, на месте. Решает на наглости сыграть. Хоми. Там тиммейт немного отрек, а Хоми не ожидал второго. До сих пор не отожрался. Все, еще чуть-чуть подполнен. Сейчас должны резаться аптечки, но он решает к ним не идти. По идее, зарядка появляется скоро, если еще нет. Все, в принципе, Нессор должен уже нормально себя довольно чувствовать. Подбивает ее. Тиммейт, ну, конечно, подпушил. Какой отожранный. Пламя. Видимо, он пытался сделать. Да. Так, Хоми пытается спамом. А все еще ноль смертей у Нессора. Так, хорошо, Нессор. Стабильно, стабильно попадает. Приятно наблюдать. Он не попал. Умер от Нессора. У Нессора сколько хп? Один хп. Просто дрался до последнего. Как лев сражался. Сейчас будет уходить. Пытаться обмануть противника. Он его снизу обдал. И все равно размен произошел. Чем говорили раньше. Он не стал пытаться куда-то уйти, отожраться. Решил пытаться дальше впатиться с противником. Вообще была у него возможность. Да. Мог уйти легко на зарядку через синюю комнату. Ну ладно, бог с ним. Некор его заказал на это. С его тиммейта? Чекает респ. Да, да, да. Чекает респ. Видит. Я должен гранату отбивать. Не отбиваю. И умер. Да, и умер. Он сыграл, понадеялся на магном свой. Ненадежно. Ну, он достаточно аркадный игрок. Мы это уже обсуждали, поэтому... Пламя забирает РПГ. Там, кстати говоря, нету никого для того, чтобы нажать кнопочку. Не закрутил. Несер, по-моему, немного не ожидал такого. Он как-то отреагировал не совсем быстро. И потом тоже по стрельбе не очень зашло. Но так или иначе, РПГ не удается ему унести его. Законтролили шаром. И плюс второй тиммейт команды Егора. Кто бы это ни был, я не помню, в каком порядке. Ну, короче, да. Все заканчивается двумя очками в пользу Егоров. Сильно дамаженные, но... Так, у Хоу мне теперь один ХП. Он отхилился. Сейчас пойдет еще на зарядку. 8 ХП. Я слышу, он опять выжил. У него все украли. На зарядку сейчас пойдет. А, нету зарядочки. Зарядки нет. Аптички тоже нет. А, есть. Егор смотрит кэмпер. Ищет противника. Господи, Хум. Разобрался, перезаряжался. Его убили. Боже мой, что он творит? Пламя сейчас на зарядку хотел зайти. За дефу. Кто-то в РПГ идет. Нет, не идет? Нет, не пошел, обманули. Ну, был зажат там Нессер. Никуда не было деваться. Шариком он промазал. То есть, эти влево было не вариант. Решил, имея преимущество, в первый выстрел. Постреляться с чуваком на мейне. На два вопроса отвечал. Он взялся берегкой мишенью и закономерно умер. Егор достаточно большой фов. Как он вообще-то может кого-то разглядеть так через всю карту? Я удивляюсь. У кого? Да. У кого фов большой? У Егора. Слушай, мне, наверное, привычно, поэтому... Я даже не заметил этот момент. Окей. Очень красивый момент. Это разные. Егор, у нас хорошая парада. Да. И идет человек в респиде. Нет, у меня какое-то подозрение, что он хочет взять РПГ. Да, он, которым целенаправленно... А, нет. Он не хочет его брать. Он просто так позицию занимает. Время на моменте, точно. Нет, они знают, что там на арене стоят. Контроллер, то есть, это РПГ. Отлично, поймал. Поймал Егора просто в полете. С респы не убил пламя. Добей, застрочи. Ну, давай, давай. Подстволки-то там не было у Егора, чтобы пламя добить. Так бы мог. У него, между прочим, немного спринта уже было. Достаточно легкой мишенью. Вот, не повезло. На драман-десе собрались. Я бы отметил фон, и он сейчас в целом хорошо идет. Давай посмотрим за него. Он восполняет ресурсы. Так, интересно, куда он пойдет, что он будет делать. Пока что решается... Здесь как будто бы немножко потеря на себя чувствует на этой карте. Это вот, видимо, сказок. Мне кажется, здесь будет инактива, скорее всего, возможно. Противника вижу, он нет, это союзник. Давайте еще посмотрим за Хоми. Продолжим. У него не лучшая была позиция для того, чтобы делать много фрагов. Он после драки был тогда. Магнум ресслс, он это слышит. Поднимает его. Они, к сожалению, никак не могут помочь своему тиммейту, потому что сам еще отжирается. В этой зоне на карте это происходит достаточно медленно. Но сейчас должен дать инфу по себе. Вот, он зарядился подстволочкой, магнумом, дробовиком и, самое главное, армором. Поднимается на лифте. Попадает. Продолжает стреляться. А возле почки стоит. Слышал сзади противника? Офигенно услышал. Отлично, отлично. У меня есть спеков вот не было. Слышно этого? Сзади, сзади. Так, Егорчик его разминял. Так, смотрим на вторую драку. Есть подстволка. Сейчас будет он. Раздобашил, но все-таки не получается добить. Какой у нас стики экшен происходит? Сорчик, нет, не смог. Хоми сейчас пойдет на зарядку. Нет, не идет. Ну да, слишком предсказуемый МОВ решает он все-таки постреляться, прежде чем. Но у него было время, на самом деле, чтобы немножко отожраться. Ждет аптечки. Они вдвоем в позиции с пламидом. Пока ребята там ресурсы все собирают. Обидно насыр промахивается, шутган решил опор. Шутган у него не летит. Взял магнум. Минус один размен сделал памятный Егор. Несорчик стоит, риснулся он или нет? Не допрыгнул. Пошел противника, шутган подобрал. Отдаст, отдаст, раздаст. Нет. Блин, очень сложно комментировать, потому что бесконечные размены просто один за одним на реминфиске. Да, реальный, настоящий Half-Life 2 Deathmatch. Немножко сместилась у нас драка в сторону мейна. Ой, отлично. Пламид помогает гранатой и имея полный арсенал подгонов. Он имеет противника, пытается его опередить с гранатой, убивает. Артва не подобрал. Да, шутганчик тоже он подобрал. По идее, есть зарядочка, можно занимать позицию, но Enemy его все же контролит. Да, да, да. Несор демонстрирует замечательную стрельбу. Читаю рэп, ах, не не читаю. Я бы сказал, что на нем по большей части держится этот матч. Хотя... Пламид сейчас... Я же сказала, все идем. Егор высасывает зарядку, смотрит центр. Несор тоже на центре, все с кольтами, что важно. Пламид сейчас придет, разберется. Он даже не зумится, кстати. Странный Егор убил его. Странно, у них сейчас было время, чтобы RPG взять, но... Ну, я как и говорил, что здесь привыкли брать RPG, и играет АТАИМа. И учитывая, что попытка Пламид закончилась не очень удачно, он, скорее всего, не хочет спробовать еще раз. А там сволюш шарик был. Есть инфа по Хоми. Так, ну что ж, посмотрим. В общем, команда Егоров пока что контролирует зарядку. Тем самым закрепляет свое преимущество на этой карте. Позиционочку держит. Магдум попадается лучше. Сейчас встречает своего противника в коридоре. Он даже не обернулся. Подождал его, лифт не сработал. Вот этот гадкий лифт, который не работает. А на самом деле, ты знала, что можно кнопочку use на него нажать? Да ладно? Да. О, фишки. Фишки от факи. В 2022 году. Хоми пытается зарядку прости. Да, я как-то заходила, выходила, и все. А лифт не работает нормально. Ну, в целом, Егор сейчас увереннее смотрится. Егор немножко подразыгрался. Если смотреть относительно начала карты, тогда у нас был гораздо более лучший счет. Ладно, защищает свою зарядку. Ему оставляет 22 хп. Он ходит, отхиливается. Умирает. Практически эршот ставит. Да. Онти и Драксоул гордились бы им. Они, кстати говоря, там очень много, эту карту играли. Карта типичная, как бы американская, только в недавнее время. Ну, мне она лично вот нравится. Вот, не знаю, что-то в ней есть такое. Много рам всяких неудобных, по которым мне не пора спрыгиваться. Окей. Ну что ж, а им действительно сильнее у команды Егоров. Вот, это было, в общем-то, предсказуемо. И в целом, вот я бы сказал, что Драман Бейс чувствует себя немножко как-то потеряннее. Пламет как будто бы отдал всю свою фуреку на Варлоке. А здесь, вот, ему не дают играть с физикой. Карта гораздо более широкая. Его постоянно подбивают, постоянно чем-то дамажат. Зарядки нет. В общем, не в пользу. Когда Драман Бейса складываются какие-то обстоятельства, где-то не слишком быстро принимаются решения. Егор стоит на лестнице? На лифте, на лифте стоял. Нет, он очень хорошо отошел к Пламиде. Не знаю, было ли это специально или случайно, но он убил Пламиду в спину. Так, он получил от Пламиды вместе. Просто. Но Сор не в ту сторону кидает. Сейчас увидел его. Когда они есть. Сочно, убил. Тем временем, отрыв у нас порядка восьми фрагов. Не такой уж и большой. Ну, учитывая, что эта карта достаточно медленная, и здесь можно принимать их своих хедами на спаме, ну и в целом всячески крысить. Тоже интересно будут делать Егоры в таком случае. Наверняка будут брать РПГ. Ну, это кажется логичным. Если половина карты отдается, то это стратегия, которую следует... Как бы так рассматривать серьезно. Окей. Хоми сейчас имеет все ресурсы для того, чтобы сделать хороший киллстрик. Ищет энеми. Энеми находится в другой части карты. Нессор всего лишь 37 хп. Стоит он на банане. Вот, и... Ну, ему граната очень неприятная пролистела. Егор убивает. Бездеративный спам. Пытается выпить с рампы, но нету подходящего у него оружия или ресурса для того, чтобы... Кстати говоря, по-моему, кто-то за ним дропнул. Нет, это был Егор. Окей, и его разменяют. Ну, впрочем, достаточно много пушек у Нессора, поэтому решает он не отдавать свою жизнь. Просто так все-таки здесь довольно долго собирать ресурсы. Вот, опять-таки, из этих рамп и всего прочего. А Нессорчик сейчас спалился. Он увидел врага и начал к нему стрелять. У него 35 хп. Отхилился. Должно быть 60. Да, все. Вдвоем сейчас выйдут? Выйдут вдвоем? Так, предпринимают, да, какую-то тимплейную попыточку. Оба заходят в трубу. В рпг все еще не пошли. Ну, Егор, мало хп, они пока что закрыто играют. Кстати, здорово такое наблюдать, да, что не просто бегаем и месим все-таки. Так, аптечек нет, давай захалдить. Здорово, это отличает турнирные игры от обычных миксов. Егор сейчас очень аккуратно играет. Сорчику вдвоем зажимает. Блин, достаточно долго жил Нессера. Конечно, на них хватило зарядки. Вот и камбэк. Сейчас Егору все-таки хотел задержаться. Ну, пока что всего 5 фрагов. Было 7. Поэтому. Ну, оно же чуть-чуть по чуть. Главное, не дать им сейчас набрать критическую массу, не дать... Ну, зарядка вот есть, я не совсем понимаю, почему они не пользуются этим, а пытаются просто стоять, холодить позиции, держать. Вот это вот, видимо, отсутствие опыта игры на этой карте сказывается для команды Drum'n'Base. Фоми все же перестреливает его, но у него не должно хватать все же для того, чтобы делать второй фраг, но у него есть позиция на аптечке. Окей, перезаряжает шутган, может с ним подраться, видимо, наносит критические уроны и решает отойти. Нет, не должно. А здесь хп у Нессера, ждет он зарядку. Вернее, ждет противника на зарядке. Но противник туда не пошел. И Нессер мог разбиться, но все-таки смог хорошо упасть, не получить урона. Все-таки они это боятся заряжаться, и, видимо, не зря, пламя это убило его. Но как Холми вспомнил первую карту... Да, flashbacks. Стоит отметить, что пламя-то подкомбэкнул. Обычно во всяких TDM-ных играх, вот, если карта ему как-то мало знакома, или он к ней не готов, то он, по крайней мере, выдает КДА-1. Да, то есть там счет типа 20-20, 25-25. Здесь же у него был довольно плохой старт. Вот на момент, когда я это чекал, у него было что-то вроде 7 на 15. И, ну, я бы так сказал, что он подсокращает. Сейчас даже вырвался вперед он. Это является своего рода керри команды Drum'n'Base. Да и вообще последние три минуты, я бы сказал, что чувствуется инициатива за командой как раз-таки Drum'n'Base. Да, Егора как-то немножко подзаря чувствуется. Они, мне кажется, играют, может быть, слишком осторожно. И, мне кажется, им нужно было больше зарядку пытаться высасывать. Там не бегать около нее, не искать противника. Там не пытаться как-то разменивать. Может быть, сыграть где-то менее, скажем так, на размен, но более на ресурсы. Да, отрывки фрага. Да, ё-моё, вот ты как только не подойдешь к этой зарядке, в тебя уже со всех сторон расстреливы. Да, против Нессера абсолютно не хочется как-то там проводить время. Этот парень сегодня через время может... Господи, Егор, что делает Егор? Так, Лив затроллил Егора немного. Я их забрал. С Егор противника не уйдал. И сейчас как будто бы в кого бы зарядить эту посолку, но все же решает сделать флик из арбалета. Замечательное исполнение. Несорчик на отходах. На того нарвался, говорит, пламят. Хорошо, отбил. Хомит, не успешно. Окей. Пламят как-то не очень удачно. Не очень, скажем так, уверен, что взял взрыв, но Егор сейчас самоубился. Цель из своей достигла Пламят. Смотри, Пламят, кстати говоря, знает, что... Да-да-да. Находится в этой части карты. Идет как раз-таки контроль. Делает замечательные два минуса. Просто уверенно. Пришел, дал пизды. Получил преимущество для своей команде. Пламят делает минус. Отличный выстрел. Угу. Уверенно. 56-56. Отлично. Все. Комбэр остается. До конца ручки должны трястись. Да, Егором нужно врубать своего... Было на их стороне, казалось, но... Зарядку ждем вдвоем. Ребята собираются. У них лучше получалось играть аркадно. Надо им как-то пересмотреть свою стратегию, проанализировать последние несколько минут матча и сообразить, что стиль игры нужно подменять. Перестрелка забавная у Несера. Он посередине находится. Одного убивает. Несорчик убил. Егор, скорее всего, отошел. Егор 2 хп. Да, он прячется так, чтобы его не услышали. Несорчик отходит. Его убивают. Ладно. И уже два фрага ведут драман бейс? Нет. Нет. Пламет, ты мой мальчик. У нас нет любимчиков, но я тебя обожаю. Пламет, ты его. Мальчик. Холми пошел искать противника, но вернулся на центр. Остается всего лишь 40 секунд. Отличный килл от Пламета, правда, я его не успела увидеть. Скоро как-то они просели вот в конце, не чувствуется никакой-то уверенности, что они готовы пойти. Там Егор готов навешать хедшоты. 4 фрага преимущества. С разворота Пламет делает отличный допл-килл. Ты чего? И на респе еще попадает два магдума, отбивает гранату. Тут его, конечно, уже разменивают, но это мало важно, потому что по нету он просто на плюс 3 сделал для своей команды за последние 20 килл. В спину заходит. И еще есть респе, да. Кидает брасивную гранату, которую не отбить. Получится ли законтролить на респе? Получается. Ну что ж. Поздравляем команду Drum'n'Base с тем, что они продвигаются дальше по нижней сетке. Но это значит, что они будут поиграть с победителем пары... Извините, ИР плюс победитель пары... Да, да-да, с перегравшей парой. Если вы поняли, короче, ребят, все будет нормально, мы разберемся. В общем, окей, отличный матч, здоровский камбэк. Подсобрались. И Пламет, и Хоми играли хорошо. Несер замечательно стрелял в начале. Что-то случилось, вот, не знаю что. Ну вот, но, ребятки, никто не рейжит. Пишут good game, well played. Понимают, что, в принципе, заслуженная победа. Боже, храни Drum'n'Base. Боже, храни Drum'n'Base. Там сейчас в чате пошло. Продолжение следует...